Океан и Человек Давайте прямо сейчас отправимся в мир, где грань между мифом и реальностью размывается. Мы покажем вам такие истории о встречах с русалками, от которых мурашки побегут по спине. Желаю максимально приятного просмотра. Группа туристов в Боливии исследовали озеро Титикака, когда из волн появилось загадочное существо. Его голова походила на человеческую, оно так легко плавало в волнах, что словно находилось дома. Голова возникла из воды всего на пару секунд, и туристы могли пронять существо за озерное животное. Но когда они просмотрели отснятый материал, то убедились, что в воде было гуманоидное существо, быстро плавающее в сильном прибойном течении, где даже самые опытные пловцы столкнулись бы с трудностями. Также манера, с которой фигура ныряла в волны, навела подозрение, что это могла быть русалка. Хотя мы точно не знаем, как они вообще двигаются, и есть ли они вообще. Вот еще одно наблюдение за русалкой на Ямайке. Ее заметили любители отдыха на природе. Парадокс в том, что она плыла против течения, если вы что-то знаете о волнах, то поймете, что это практически невозможно. Только сверхчеловек или морское животное могли сделать что-то подобное. Способность загадочного существа без усилий плавать в сильном течении натолкнула очевидцев на мысль, что они наблюдали настоящую русалку. Группа людей рыбачила в реке Вулф в Висконсине, когда плеск позади лодки привлек их внимание. Брызги появились на секунду, но существо плеснулось на поверхности и исчезло в мгновение ока. Вначале они решили, что привлекли суетой большую рыбу. Но когда они вновь просмотрели видео, то поняли, что у этого существа была круглая темная голова и маленькое тело с острыми плавниками на хвосте. И добавив фантазии, мы можем предположить, что они потревожили русалку. Сначала посмотрим случаи с таинственными звуками и образами. Американский национальный парк Блю Стоун – это курорт в Западной Вирджинии. Во время водной прогулки туристы заметили загадочную фигуру рядом с их лодкой. Она появилась так быстро, что они едва успели понять, рыба перед ними или женская фигура с хвостом. Если объединить впечатления, то мы как раз и получаем женщину-рыбу, то есть русалку, которая фантастически кувыркалась в волнах. Молодой ютубер бороздил океан с помощью своего дрона, когда ему вдруг улыбнулась удача. Он заметил темное существо, плывущее между скалами. Если вы его не заметили, вот более детальный вид. Загадочное создание, безусловно, имеет обтекаемое тело, но это вполне мог быть дельфин или другая рыба. Как только дрон приблизился, существо опустилось глубже, пока не превратилось в размытая пятнышко, а затем полностью исчезло. Это сбило с толку оператора, он не мог опустить дрон ниже, иначе тот бы просто упал. Поэтому мы не знаем, было ли существо слугой подводного короля Тритона, или просто крупной рыбой в поисках еды. Камера дрона, летящего на Дана Пойнт в Калифорнии, запечатлела десятки загадочных морских существ, прыгающих из воды. Оператор попытался приблизить к ним дрон, но это могло повредить камеру. Когда видео появилось в сети, многие посчитали, что оно стало твердым доказательством существования русалок. Они так решили, потому что на съемке кажется, что у этих существ очень тонкие тела, и потому сверху они выглядели как гуманоиды. Однако при более детальном, пристальном рассмотрении становится ясно, что это не какая-то волшебная стая русалок, а просто группа дельфинов, которые резвятся на морском просторе. Круизный корабль ночью плыл посреди океана. Кругом было темно и таинственно. Человек на борту снимал это жутковатое зрелище, когда вдруг кто слышал пронзительный звук, который исходил из воды. Он записал сигнал на камеру, и теперь мы можем гадать, что же за источник его воспроизвел. Напуганный человек утверждал, что ему встретились сирены, мифические морские существа, о которых рассказывали моряки. Но реалисты говорят, что такие звуки могут издавать дельфины, когда между собой общаются. Я не знаю, чему верить, но история о поющих сиренах действительно давно существует в морских легендах. Австралия – это как раз та самая страна, где проживает множество необычных существ, поэтому история о русалке кажется тут вполне уместной. Дайвер, следующий австралийские воды, снимал свой опыт на подводную камеру. Он плавал вместе со стаей рыб, когда заметил что-то крупное позади. Решив, что это акула, дайвер застыл на месте, но к его недоумению мимо проплыло существо, очень похожее на настоящую русалку. С тех пор интернет-общественность спорит о достоверности этого видео. Похоже, команда канала Animal Planet получила свою долю наблюдения русалок в одной из подводных экспедиций. Они уже погрузились на глубину, когда им пришлось пережить невероятные моменты. На несколько секунд к иллюминатору субмарины извне прикоснулась перепончатая рука, а за ней прослеживался гуманоидный силуэт и голова с большими темными глазами. Похоже, что эта глубоководная русалка заинтересовалась судном, и пока они исследовали глубины, она наблюдала за кораблем. Команде удалось заснять эпизод на видео, и позже, когда сотрудников канала приглашали на многочисленные интервью, они утверждали, что эта встреча была реальной. Они смотрели в лицо разумному существу из другой стихии, неизвестно, была ли это амфибия, либо инопланетянин, но все тайное когда-то становится явным, и через пару месяцев выяснилось, что это был просто рекламный ход, попытка привлечь зрителей на канал. Кадры на видео были просто сфальсифицированы. Если вы разочарованы, то я тоже признаюсь, что да. А теперь предположим, как именно в нашем понимании должны выглядеть морские феи. Эта фотография была загружена в соцсети, но кто ее автор или где она была снята, никому неизвестно. На снимке рабочей строительной бригады стоят рядом с телом русалки, которая выбросила на берег. Эта русалка не похожа ни на одну из тех, что мы... когда-либо видели в фильмах или на рисунках. Ее хвост напоминал чешуючатую спину дракона, а плавники были острыми. Если вы предпримете попытки найти дополнительную информацию об этом фото, то скажу сразу, что я уже провел поиск и не смог ничего обнаружить. Вполне возможно, что эта фотография была создана с помощью... искусственных сетей или просто какого-то дизайна. Зачем, вероятно, чтобы заставить людей поверить в реальность существования русалок? В начале 19 века получил большую популярность род ярмарок под названием «Выставки диковин». В 1842 году весь Нью-Йорк пестрел афишами о выставке на Бродвее, где демонстрируют загадочную русалку, пойманную в Тихом океане у острова Фиджи. Однако многим дамам на экспозиции сделалось дурно от ужасного зрелища. Вместо красавицы им показали отвратительную мумию, похожую на обезьяну с хвостом рыбы. За этим авантюрным проектом под хэштегом «Русалка Фиджи» стоял американский предприниматель Финеас Тейлор Барнум. Он хотел убедить общественность, что мифические существа действительно плавают в океанах. Конечно, годы спустя выяснилось, что русалка Фиджи была искусным обманом. Мумию он арендовал у своего друга-музейщика Мэйсия Кимбалла. Чучело русалки оказалось конструктором, собранным из частей разных животных. Туловище было обезьяним, а хвост, как я уже сказал, был взят от большой рыбы. Получился убедительный и страшный скелет русалки-зомби, и хотя все узнали, что это была мистификация, но это мастерское сочетание материалов и таксидермии, искусство создавать чучело животных, создало зрелище, которое на время стерло границы между мифом и реальностью. На пляже в Пуэрто-Рико это существо увидели сидящим на камне. Это мистическое явление резко отличалось от того, как мы себе представляем русалок. Оно было какое-то неземное, что ли. Ее лицо не напоминало человеческое, а тонкие длинные волосы были голубого оттенка. Странная русалка качала головой вперед-назад, не подозревая, что ее снимают. Но когда наконец обнаружила папарацци, то немедленно нырнула обратно в море. У этого видео достаточно скептических критиков, мол уж больно несуразно выглядит существо, и как-то нелепо оно плюхнулось в воду, но теперь нам судить, фейк это или правда. Если есть какие-то мысли по этому поводу, то напишите об этом в комментариях. Команда канала Animal Planet проводила исследования в Израиле, когда на вершине скалы в море они заметили русалку. Мифическое существо сидело как в сказке на высоком камне, о которой разбивались волны. И как раз в тот момент, когда команда заметила русалку, она недовольно мотнула голову и быстро нырнула в воду. Все произошло так быстро, что у очевидцев не было времени сделать хорошую съемку. Когда отснятый материал был опубликован, многие утверждали, что им повстречался обычный морской лев. Но если присмотреться, то для тюленя это тело тонковато. Загадка, возможно, так и никогда не будет разгадана. Скажу только, что эта русалка прыгнула в воду гораздо проворнее предыдущей инопланетянской версии. А это видео покорило интернет. Существо, похожее на русалку, заметили сидящим на платформе возле озера. Место инцидента так и не было раскрыто, поэтому люди остались озадачены. Негде было получить дополнительные подтверждения. У существа было тело, похожее на русалку, но оно разительно отличалось от того, как их изображают в кино и на картинках. Как только существо осознало, что его снимают, оно быстро нырнуло в воду, оставив нас в недоумении. Огромное неуклюжее туловище резиновой лодки с хвостом рыбы и мордой коровы вряд ли бы стало героиней легенд о морских красавицах. А в 2018 году люди сбежались на пляж на юге Индонезии, потому что по округе разнесся слух о пойманной русалке. Когда существо вытащили из воды, оно действительно напоминало русалку, особенно красивым был хвост. Но опять же, этот образ не сходился со сказочным или киношным, пойманное создание снова не выглядело как соблазнительница моряков. Местные жители, тем не менее, все еще были убеждены, что перед ними русалка из-за ее уникального телосложения. Но после того, как видео распространилось в сети, выяснилось, что это была не сирена, а очень редкая морское млекопитающее дюгонь, или стеллерова корова. Их осталось очень мало, и этот вид занесен в Красную книгу как исчезающий. Потому люди и не распознали его сразу, а скорее просто поверили в миф. Отдыхающие на пляже Розарита Бич в Мексике снимали волны, когда на камеру вдруг попал уникальный прыжок. Из воды вынырнуло довольно крупное существо. Весь сюжет длился лишь несколько секунд, поэтому семье пришлось пересматривать видео много раз, чтобы попытаться определить, кто же там прыгает. Они твердо поверили, что запечатлели настоящую живую русалку. Но после того, как видео опубликовали в ТикТок, нашлись убежденные знатоки, что это не русалка, а дельфин, который выскакивает из волн, чтобы погреться в лучах солнца. Группа туристов проплывала по озеру на Майорке, как вдруг они заметили загадочное существо, сидящее на вершине скалы. Оно находилось далеко, и распознать черты четко не удавалось. Но после того, как они пересмотрели видео, самый зоркий турист смог разглядеть, что на камне сидела именно русалка. Когда видео было загружено в интернет, посыпались комментарии, что это отредактированный фейк. Но мы знаем, что в Испанских озерах нет крокодилов и дельфинов. Как авторам и редакторам видео пришла мысль посадить на камень именно русалку. В 2013 году мужчина собирался заняться дайвингом в Хорватии. Он установил свою камеру, чтобы заснять свое погружение, но вместо этого камера зафиксировала чей-то прыжок из воды. Что-то жутко похожее на русалку выпрыгнуло из воды и, совершив кульбит в воздухе, плюхнулось обратно. Мужчина просмотрел материал на разных скоростях и убедился, что на видео точно не рыба. Кто знает, может быть, это и есть то самое доказательство существования русалок, которое мы все с вами ищем. А теперь немного анатомии и запчастей. С начала 16 века город Антверпен в Бельгии был охвачен историями о фантастическом морском существе, которое иногда подплывало к берегу. Испуганные моряки клялись, что видели это создание и утверждали, что это было самое близкое к русалке существо. Конечно, в то время приходилось полагаться только на устные свидетельства, поэтому большинство людей были склонны верить, что они действительно видели русалок. Лишь столетия спустя ученые наконец-то выяснили, что загадочное существо, похожее на фею, на самом деле было скатом манта. Именно они подплывали к берегу для охоты. А поскольку раньше их здесь не наблюдали, то приняли за мифическое воплощение. Просто посмотрите на их каркас, и вы тоже найдете какое-то сходство. А вот более подробный экскурс в экспонаты музея Копенгагена. Этот скелет русалки предположительно принадлежит молодому существу. Экземпляр имеет полный скелет с длинным костистым хвостом, сохранился и целый плавник на конце. Согласно архиву музея, он попал туда в 1830 году из Шотландии. Легенда гласит, что русалка умерла после того, как человеческий ребенок забросал ее камнями. Ее тело захоронили, чтобы годы спустя выставить в музей. И хотя мы не знаем, откуда взялся этот скелет, но эта история остается местной притчей. Мы до сих пор не знаем, русалками рождаются или становятся, но одна любопытная находка во Флориде, возможно, даст нам подсказку. Мальчишка на пляже из любопытства исследовал узкие расщелины, но то, что он там нашел, заставило его вздрогнуть. Он вытащил из воды крошечный скелет. Череп походил на человеческий, но остальная часть тела заканчивалась хвостом и плавниками. Этот скелет мог принадлежать детенышу русалки, но мальчик, скорее всего, был слишком напуган, чтобы делать выводы. Я думаю, что множество подобных странных безделушек можно найти в сувенирных магазинах перед Хэллоуином. Но кто знает, вдруг это подлинник. Два любителя археологии начали исследовать пляж в турецком районе Карабагас-Сахилия в надежде найти уникальные безделушки и старую керамику. К своему удивлению, они откопали скелет, изначально предполагая, что тот принадлежал человеку. Пара решила продолжить раскопки, однако чем дольше они копали, тем загадочнее становился скелет. Он не был похож ни на человека, ни на морское животное, и собрав его воедино, исследователи ужаснулись, череп был окружен множеством шипов, а вместо ног находился длинный хвост. Мнения об этом видео также разделились. Кто-то полагает, что некоторые части русалки были поддельными, их просто подложили к комбинированному каркасу из костей человека и огромной рыбы. Ну, если нам не удалось четко увидеть живых русалок, то почему бы не поискать среди выброшенных на берег тел морских животных? Даже гигантские киты часто оказываются на песке, так почему бы там не найти бездыханную русалку? В этом сюжете съемка ведется почти скрытой камерой. Люди в защитном снаряжении вытаскивали что-то из водоема в Юте. Тело, которое они достали, сильно напоминает русалочья, а зеленый хвост отлично виден издалека. Прежде чем таинственный оператор смог рассмотреть его поближе, сотрудники в желтых костюмах положили русалку на носилки и скрылись за скалами. Видео позже было удалено отовсюду, где его разместили, но вот мы его показываем снова. Надеюсь, это не удалят и посмотрим, что произойдет. Во Флориде случился свой необычный эпизод. Во время прогулки по пляжу турист наткнулся на тело русалки. Она лежала на спине, ее блестящие волосы выглядели даже очень неплохо, но вот тело стало крайне сухим и обезвоженным до такой степени, что даже хвост был жестким, как у сушеной рыбы. Что вы думаете, это могла быть настоящая русалка, которую выбросила на берег, или чей-то ироничный пранк с целью попугать туристов? После урагана Фэй, который обрушился на Флориду в 2008 году, жители вышли на пляж, чтобы оценить последствия, но то, что они увидели в куче сломанных деревьев, заставило их потерять дар речи. Под упавшими ветками лежало тело русалки, либо ее выбросило на берег ураганом, либо она сама пыталась спастись от стихии, но ее тело совершенно высохло на солнце, даже чешуйчатый хвост был жестким, а руки совершенно скукожились. Когда видео было опубликовано, многие утверждали, что это искусственная постановка, и вообще эта мнимая русалка была плохой шуткой. Но тот, кто записал видео, так и не проявился в соцсетях, а русалку больше никто никогда не видел, что заставляет многих об этом задуматься. Возможно, в этом сюжете вас ждет одна из самых жутких встреч с русалками. На берегу, в английском городе Грейт-Ярмут, обнаружили разлагающееся тело существа, похожего на русалку. Тело с гуманоидным черепом и позвоночником, плавно переходящим в хвост, выбросило на берег, и оно серьезно напугало людей, которые его нашли. Потом очевидцы заподозрили, что это фальшивка, и попытались разоблачить мистификацию, но скелет выглядел уж слишком реальным, и даже запах от него исходил весьма специфический. Поэтому большинство людей поверили, что это была настоящая русалка, которая скончалась в море и оказалась на берегу. А теперь у нас есть видео, на котором показана мумия-русалки крупным планом. Ее хвост уцелел, но на корпусе были серьезные повреждения, тогда как череп с острыми зубами вообще выглядит как новенький. Что это за странная экспозиция? Выцветшее тело желтовато-коричневого цвета и впрямь наводит на мысль о мумификации, но торчащий кусок позвоночника намекает, что тело получило несовместимые с жизнью травмы, словно от него откусила кусок огромная акула. Вы будете правы, если подумаете, что этот ужас кто-то специально изготовил для какой-то мифической инсталляции. Перед нами манекен, который изготовили для музея мифических существ в Южной Африке. И это ужасное зрелище должно профессионально пугать посетителей. А сейчас настала очередь жутковатых сюжетов, поэтому приготовьтесь. Вы ведь действительно хотите увидеть русалок? Жители города Дурбан в Южной Африке были шокированы тем, что увидели на пляже. На песке лежала русалка, но еще не взрослая, а в возрасте девочки. У морского ребенка был чрезвычайно реалистичный хвост с дополнительными плавниками по бокам, который еще шевелился. Но девочка-русалка так и не пришла в сознание, пока люди толпились вокруг нее. А вы знаете, есть ли пляжи в Пакистане? Оказывается, их много, и на одном из них туристы стали свидетелями удивительной сцены. На берег также вынесло необычное существо, и местные очевидцы назвали ее Джал-Пари, что на языке Урду означает «морская дева». Жители окружили русалку и даже накрыли ее тело простыней, а она продолжала хлопать хвостом, как будто бы хотела вернуться в океан. Но вряд ли они решились бы к ней прикоснуться, особенно туристы. В 2021 году жители Шри-Ланки ночью собрались на пляже, потому что кто-то заметил на берегу выброшенную волной русалку. Она лежала на пляже на животе, почти без движения. Очевидно, очень пострадала от травм. Но когда один из очевидцев попытался проверить, жива ли она, и осторожно коснулся ее палкой, к их удивлению русалка вздрогнула и зашипела в ответ. Она попала на берег, запутавшись в мусоре, которым был до крайности загрязнен океан. Но выжить на суше в таком состоянии у нее бы не получилось. К сожалению, жителям оставалось только смотреть, как она медленно засыпала на песке. А сейчас приготовьтесь к хоррору. Это снятое в 2012 году видео «Потрясло людей до глубины души». Двое друзей в сумерках исследовали пляж. Они хотели рассмотреть выброшенные на берег тела морских животных. Один мальчишка заметил какое-то движение на песке и подошел поближе, даже ткнул неизвестное тело палкой. Во мгновение ока из песка выскочило отвратительное существо и с криком «Вцепилось в мальчика!». Видимо, хватка оказалась недостаточно твердой, поскольку оба парня в панике убежали. Я бы с большей уверенностью утверждал, что это сцена из какого-нибудь фильма ужасов, чем реальность. А теперь обратимся к живым. Это видео, заснятое под водой озера Мичиган, быстро стало вирусным в сети. Люди делились скептическими комментариями по поводу реальности этой русалки. Если это первое видео отличного качества с четким изображением, то спустя некоторое время становится понятно, что на нем артистичное подражание. Однако, хотя это и не настоящая русалка, а лишь имитация, но многие оценили ее стиль плавания и то, как девушка смогла точно скопировать движение русалки. Согласитесь, совсем не просто так свободно вести себя под водой. В северном Мичигане туристы катались на додувной лодке по реке. Каково же было их изумление, когда они увидели настоящую русалку, которая сначала грелась на солнце, а потом нырнула в воду. Ее отчетливо было видно в прозрачных волнах. Поскольку они сняли это видео на камеру, теперь любой из нас может оценить, насколько мифическое это существо. Да, выбор очевиден, как бы реалистично она не выглядела, это не настоящая русалка, а фантом. Профессиональная актриса, которая называет себя путешествующая русалка, часто зависает на озерах и реках Мичигана, выставляя на показ свой яркий силиконовый хвост. На этом видео еще одна русалка плавает где-то в Мичигане. Ее заметили дети, которые позвали своих родителей. Русалку не беспокоило ничье присутствие, она спокойно плыла, будто занималась своими обычными делами. Конечно, сначала дети подумали, что русалка была настоящей, и надо сказать, не случайно. Ее часто видели в различных озерах и водоемах вокруг Мичигана, но вы, вероятно, уже догадались, что мы видим снова проделки в фантом. Той самой женщины, которая любит наряжаться русалкой и провоцировать окружающих. Ну, раз ей так нравится делать то, чтобы эти дети все еще верили в волшебство, наверное, это ее призвание. Смотрите-ка, настоящая светловолосая русалка спокойно отдыхает в мелком заливе у берега. Прекрасно просматривается хвост с плавниками и чувствуется, что она не подозревает о съемке. Или умело делает вид. Вы на самом деле можете подумать, что это настоящая русалка, которая волшебным образом появилась, а затем таинственно исчезла под водой. Но у этого персонажа есть имя. Это тоже девушка по имени Мелисса, популярная интернет-актриса, которая одевается как русалка и развлекает людей. Видимо, она достигла большого профессионализма, раз мы почти поверили, что она настоящая. Следующую фотографию прислали наши подписчики на почту, которая указана в описании. Подписали ее как русалка в США во Флориде. На пляже лишит существо с человеческими рыбьими чертами, что наводит на мысль о найденном теле русалки. К телу подключены какие-то кабели, возможно, проводится некий эксперимент. Да, мы можем не верить во все показанные кадры в этом видео, но для этого мы и создавали канал, чтобы обсуждать и показывать все самое невероятное и, возможно, необъяснимое. Ну а если у вас есть такое, чем бы вы хотели поделиться, то пишите нам на почту, которая указана в описании. А вот семья, плавающая в местном озере, была сбита с толку. Они увидели рядом ныряющую русалку. Та, оказалось, не беспокоилась из-за того, что ее заметили и продолжала бодро плавать, даже когда люди начали ее снимать. Явление выглядит вполне правдоподобным, но это, к сожалению, была не русалка, а тоже женщина, которая приехала на озеро отдохнуть с родителями. Она просто купила русалочий хвост в магазине и хотела опробовать его в плавании. Конечно, она не ожидала стольких свидетелей, так что, возможно, ей удалось себя почувствовать настоящей героиней мифа. Мужчина запустил беспилотник над Тихим океаном, но то, что он заснял, поставило его в тупик. Посреди океана он увидел тоже русалку, ну или существо на нее похожее. Она, похоже, заметила дрон, но на этом месте видео просто оборвалось. Перед тем, как делать выводы, давайте перемотаем назад. Обратите внимание, у нее явно есть ноги, и это точно не русалка. Но теперь я не знаю, что делала эта женщина так далеко от берега. Неужели она решилась бесстрашно протестировать русалочий хвост, одна в открытом океане? Да, друзья, будьте внимательны при встрече с мистификациями и не верьте случайным источникам. Большое спасибо, что оставались с нами. На этом сегодня наш выпуск подходит к концу. С вами был канал Топ Фактс. Если понравился выпуск, хотите увидеть что-то подобное в следующую часть, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Топ Фактс и больше никогда не пропускайте наши новые выпуски, которые выходят ровно через день. Большое спасибо и увидимся в новом видео. Пока.